В Москве. Американцы хотят знать, в чьих руках находится ядерная кнопка советов. Министры иностранных дел Европы обсудили в Брюсселе положение в нашей стране и Югославии. Судьба Эриха Хонекера по-прежнему под вопросом. Террор на железных дорогах Великобритании. Мэр Москвы Гавриил Попов объявил о своей отставке. Сегодня МХАТ отметил столетие великого русского актера Михаила Чехова. Добрый вечер. Итак, сегодня в Кремле в Екатерининском зале состоялись переговоры между президентом России Борисом Ельциным и государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джеймсом Бейкером. Переговоры продолжались три часа и были очень насыщены, ведь обсуждалось около 20 различных вопросов, большинство из которых ранее входило в ведение союза. Среди них о безопасности ядерного оружия и контроля над ним, взаимоотношения между республиками, вопросы кредитов, о свободном доступе в ранее закрытые регионы. Для оказания срочной гуманитарной помощи, особенно в зимний период, стороны решили создать специальные транспортные подразделения для переброски продовольствия медикаментов в Россию, первая партия которых поступит уже завтра. Затем состоялась почти часовая беседа Ельцина и Бейкера один на один, по окончании которой президент России и госсекретарь США встретились с прессой. Соглашение, которым подписали три государства независимых, 21 числа подпишут еще шесть, то есть в декабре будет минимум 10 государств, подписавших соглашение о сотрудничестве независимых государств. Мы на равных будем развивать наше сотрудничество, сотрудничество и подписываем также договор об оборонительном союзе с единым командованием стратегическими вооруженными силами, куда входит воздушный флот, военно-морской флот, ПВО, стратегические ядерные ракеты, тактическое ядерное оружие и разведка. Ельцин подчеркнул, что вопрос о применении ядерного оружия будет обсуждаться с высшими руководителями четырех республик, на территории которых она находится, а также с верховным главнокомандующим. Пуск будет осуществляться с единого центра. Главнокомандующим будет военный, подчиняющийся решениям Совета глав государств. Отвечая на вопрос о том, кто будет главнокомандующий, президент России сказал. Я хочу дезавуировать вчерашнее заявление средств массовой информации и утреннее сегодня сообщение по телевидению, что якобы мы с Шапошниковым обсуждали вопрос о том, чтобы верховным главнокомандующим был Горбачев. Говоря об обсуждении договора о нераспространении ядерного оружия, Ельцин сказал, что все четыре государства, на территории которых находится такое оружие, присоединятся к договору о нераспространении и в дальнейшем будут стремиться к тому, чтобы три из них, пока кроме России, были не ядерными государствами. Что касается Украины и Белоруссии, то они уже заявили о том, что они хотят быть не ядерными государственными, и поэтому их ядерное оружие не будет перевозиться в Россию, а будет уничтожаться в счет тех договоров и соглашений, которые уже имеются между бывшим союзом и Соединенными Штатами. Что касается Казахстана, еще предстоит с ними вести такие совместные наши переговоры в рамках Содружества, чтобы они также пошли, скажем, по этому пути. Россия, подчеркнул Ельцин, будет выполнять соглашение о ликвидации ядерного оружия, в том числе и с помощью Соединенных Штатов, а также осуществлять строгий контроль над ядерной технологией. Мы рассматривали вопросы о признании России Соединенными Штатами как независимого государства, вступления России в организацию объединенных наций и, соответственно, по договоренности с другими республиками, чтобы Россия заняла освобождающееся место в Совете Безопасности. Джеймс Бейкер заявил, что по возвращении в Вашингтон он немедленно доложит президенту Бушу о результатах своих бесед, в том числе и по вопросу о признании отдельных республик. Сегодня же Джеймса Бейкера принял в Екатерининском зале Кремля Михаил Сергеевич Горбачев. Перед началом беседы Михаил Сергеевич, отвечая на вопросы журналистов, сказал. Я думаю, что происходят исторические процессы перехода Советского Союза в другое качество. Вы видите, это же очень все серьезно и для наших народов, но и для таких партнеров, как и для Советского Союза, Соединенные Штаты. На этих двух государствах лежит огромная ответственность. И сейчас, когда мы оказались в таком ситуации исторической, я думаю, естественный и тот контакт, которые мы поддерживаем президентом, не придется к госсекретарям. Со своей стороны, госсекретарь Джеймс Бейкер подчеркнул, что Соединенные Штаты понимают важность фундаментальных перемен в Советском Союзе в свою долю ответственности. Он отметил, что коренные перемены, произошедшие в мире, неразрывно связаны с именем Михаила Горбачева. А в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам состояния и дальнейшего развития отношений между двумя странами. Сегодня же состоялась встреча Джеймса Бейкера с министром обороны СССР. Госсекретарь США и маршал Шапочников обсудили проблему обеспечения безопасности советского ядерного оружия. В последнее время американская администрация выражала обеспокоенность по этому поводу. В ходе московских встреч, в том числе в Министерстве обороны, Джеймс Бейкер получил заверение в том, что советское ядерное вооружение надежно контролируется, а между республиками, располагающими такого рода оружием, существует полное согласие по этой проблеме. Как нам стало известно, в эти минуты проходит встреча Шеварнадзе с Бейкером. Эта встреча проходит с глазу на глаз, так что пока никаких подробностей. А тем временем в Вашингтоне президент Буш, как сообщает агентство Associated Press, дал понять, что США продолжают придерживаться осторожного подхода к признанию государственной зависимости России и других республик, присоединившихся к новому содружеству. Глава американской администрации также заявил журналистам, что США делают все возможное для оказания гуманитарной и медицинской помощи Москве, а также республикам.